В сельских поселениях Славянского района идут отчётные сессии. Мы продолжаем их освещение. Наша съёмочная группа побывала в сельском Доме культуры посёлка Забойского, где состоялась открытая сессия Совета Забойского сельского поселения. В поселении три населённых пункта – посёлок Забойский, хутора Солодковский и Деревянковка. И проживают в них 2755 человек. Здесь есть 15 предприятий и учреждений различных форм собственности, 10 крестьянско-фермерских хозяйств и 77 индивидуальных предпринимателей. В докладе главы поселения было сказано, что за 2022 год поселением выполнены все плановые показатели по формированию бюджета, собранные средства, направленные на развитие социальной сферы и работы по благоустройству. Сельское поселение приняло участие в трёх муниципальных программах. В рамках программы капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено. Капитальный ремонт тротуара по улице Набережная, дома 28 до дома 36, протяжённостью 148 метров, привлечены средства в размере 817 200 рублей. Капитальный ремонт улицы Набережная, дома 56 до улицы Широкой, поселки Забойском. Забойском сельского поселения протяжённостью 252 метра на сумму 3 миллиона 85 тысяч рублей. Это у нас первый этап. В рамках программы комплексного развития сельских территорий выполнено ремонт от двора хутора деревянных на сумму 748 тысяч рублей. Было сделано освещение территории парка, уже приступили ко второму этапу ремонта участка автомобильной дороги с тротуаром по улице Набережной. Благоустройство всегда остаётся в центре внимания. Устранение порывов, замена губильных насосов на водонапорных башнях и скважинах. Обустраиваются места отдыха детворы. Детская площадка на набережной оборудована малыми игровыми формами. Большое внимание здесь, как и в других поселениях, уделяется дорожной сети, которую необходимо поддерживать в рабочем состоянии и по возможности улучшать. Рассказал Сергей Шестопалов и обо всех других сторонах деятельности администрации. Поддержание санитарного состояния, культуре, молодёжной политики. В работе открытой сессии принял участие глава Славянского района Роман Сенеговский. Он отметил, что для администрации сельского поселения все вопросы, касающиеся жителей, актуальны. Для собравшихся были интересны и успехи всего нашего района в 2022 году. По итогам работы 2022 года Славянский район вошёл в пятёрку лучших районов, которые демонстрируют хорошие темпы роста и в целом развитие. А наши показатели складываются прежде всего от той работы, которую мы здесь проводим по наполняемости бюджета, ну и участие в краевых программах, которые нам дают дополнительные доходы для реализации каких-либо проектов. В 2021 году, помните, мы на территории Забойского сельского поселения открыли вот сквер. Глава района подчеркнул, что активность властей поселения приносит при грамотном подходе свои плоды. Он привёл как пример работу Маевского сельского поселения, где благодаря привлечению крупных предприятий смогли втрое увеличить поступление в бюджет собственных средств и благодаря этому сделать серьёзный шаг в социально-экономическом развитии. Чем лучше живут поселения, тем лучше в целом показатели муниципалитета. В завершении доклада Роман Сенеговский поблагодарил жителей поселения за неравнодушие к жизни своей малой родины. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей за труд, за работу, за помощь. Вот приятно, когда вот не каждый может погордиться, что житель поселка Забойского строит храм, да? Это ж какое хорошее дело. Это вот не только для себя, не себе, но это для жителей, для всех нас. Ну и много, вот я хочу сказать отдельное спасибо Марине Васильевне Слюсаренко за помощь. В ходе открытой сессии жители смогли задать интересующие их вопросы. А интересовало их прежде всего качественное оказание медицинской помощи. Речь шла о записи на приём к врачам Славянской ЦРБ. Требования министерские такие, чтобы 60% колонов выдавалось на госуслуги. Мы туда и отправляем. На сегодня требуется от вас зайти в госуслуги, кто умеет, кто не умеет, обратиться к вашей Галины Николаевне. Она может со своего компьютера зайти в нашу базу и вас по мере необходимости записать на приём к каждому врачу. Глава Славянского района сказал, что освоение новых технологий в медицинском обслуживании – дело нужное и перспективное. Депутатами совета и жителями работа главы и администрации Забойского сельского поселения признана удовлетворительной. В целом жители довольны уровнем благоустройства и тем, как живёт поселение. Установили там освещение, красивые современные светильники, поэтому теперь в этом парке наши жители с детками не только днём могут отдыхать, и вечером. И это действительно происходит, там очень много людей отдыхают, проводятся там мероприятий много, особенно в летнее время, когда у детей там какие-то мероприятия и там проводят. Это очень удобно. По улице Победы у нас места отдыха благоустроились тоже очень красиво. Разбили цветники, площадки небольшие такие сделали, лавочки. Я хочу сказать спасибо нашим жителям. Молодцы, у нас понимание как-то происходит. Ну и в других тоже вопросах, квартальные наши тоже работают с населением. Взаимопонимание есть. Ну я думаю, что это тоже видно, что у нас посёлок чистый, благоустроенный. И это тоже благодаря ещё и жителям. Очень активно работает Дом культуры. Здесь проходят вечера, встречи. Для детей маленьких устраивают дискотеки. Я являюсь заведующим детским садом. И хочу сказать, что наш детский сад тоже процветает. Мы выходим в различные конкурсы. Наши детишки занимают первые места в городе Сочи, в Краснодаре. То есть мы выходим на региональный уровень. Сейчас мы планируем выйти и в город Москву. Глава Сергея Владимировича, он вкладывает много души, любви и внимания к местному населению. Это действительно так, об этом говорили сегодня на сессии. Это так и есть. С любым своей какой-то болью, с какими-то проблемами приходишь, он старается их решить. Те же проблемы детского сада, когда возникают, он никогда ни в чём не отказывает, всегда помогает. И также я знаю от местных жителей, что со своими проблемами, когда приходят. На 2023 год запланировано участие в ряде программ. Поселение и в нынешнем году, опираясь на поддержку вышестоящих властей, планирует продолжать работы по благоустройству. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова